Хлебный мякиш Хлебный мякиш Хлебный мякиш Добрый, пожалуйста Хлебный мякиш Поскольку наша команда осознала то, что никто и никогда не читает дисклеймер, мы решили говорить это дополнительно голосом. В общем, это видео затрагивает тяжкие моменты по типу пыток, кражи, сталкинга, одержимость, самоповреждения, нездоровые отношения и всё из этого вытекающее. Игра, о которой мы поговорим, имеет рейтинг 18+, и является эротическим хоррором. По просьбе самой создательницы игры, дорогие миноры, подкиньте видео, ибо это может принести немало проблем создателю игры. Итак, приветствую вас дорогие друзья. Меня зовут номер 3. Да, я давненько тут не появлялся и уж поверьте, на это были причины. Хотел бы предупредить вас заранее, что Сахар будет уходить на отдых даже не предупреждая, временами. Поскольку у него проблемы как со здоровьем, так и с душевным состоянием. Кратко говоря, Ог заметил, что очень легко способен загораться в плохом плане, но не хочет никому вредить и в целом появляться перед аудиторией, когда такое случается, ведь это может многое испортить. Прошу не обвинять его в лене или типа того. С недавних пор в анимационном комьюнити появился новый фэндом, который заинтересовал многих. Раз за разом я видел этих непонятных стикманов у себя в ленте, но никак не мог понять, а что же это такое. Оказалось, что это целая игра, а точнее новелла. Все анимации, что я встречал, поражали некоторыми деталями, а именно мрачностью и, скажем так, грубостью. Нельзя сказать, что это жестокость, но другого сова не могу подобрать. Новелла, если верить загрузка видео на YouTube, вышла не так давно. Где-то летом, но где точно, я не скажу. В общем доступе можно достать только первый эпизод. Второй эпизод уже создан, но его можно получить только после доната на Патреоне. Я думаю, что люди пытались найти геймплей по второму дню, но, скажем так, добро не было дано в сторону блогеров. Как сказала создательница игры, я дам добро на съемку других дней, только после полного релиза, скажем так. Короче, второй день, это своеобразный эксклюзив за поддержку игры. И я вполне понимаю такое решение. Создательницу ее мужа, кстати, в Твиттере, как неудивительно, называли грумерами. Я надеюсь, что мне не придется объяснять, кто такие грумеры. И примерно после таких обвинений, создательницу попросила всех, так называемых, миноров, покинуть комьюнити и просто не трогать ее проект. Также это касалось несовершеннолетних, поскольку никто там проблем на жизнь не хочет, сами понимаете. Но вернемся к самой игре. Вы не найдете прохождение второго и третьего дня, на данный момент по ряду причин. Но зато вы можете пройти небольшой уровень, в виде первого дня, чтобы ознакомиться с нашим первым персонажем. Его зовут Пит, он не любит свое имя, поэтому позволяет нам придумать ему любой никнейм. Он будет рад абсолютно любому, кроме своего имени. В первый раз он будет упираться, мол, откуда ты вообще знаешь мое имя, прошу выбери другое, но если вы настоите, то он примет и свое имя. Но вернемся к самому Питу. Начнем с того, что говорила сама автор. Пит, это не персонаж для того, чтобы называть его крашем и прочим. Он не милый, и его любовь, это не более, чем психоз и прочие. Он псих, который одержим вами до того, что готов жертвовать собой ради вас. Он не боится салфхарм и прочего. Этот персонаж преследует вас повсюду, включая вашего жилья. Он знает, где вы живете, как вас зовут, где и кем вы работаете. Он больной сталкер. Он не побоится навредить вам, причем очень сильно. Но главное, что вы будете только его. Он избавится от всех, кто вам помешает быть вместе и готов затащить вас в подвал, отрубить вам ногу и все ради того, чтобы вы были рядом. Он безумен, он не милый. Не забывайте, что это эротическая хоррор-новелла, поэтому ожидать тут можно многого. Но вы же понимаете, что помимо этого психопат есть и другие люди, о которых я немного позже расскажу. Окей, что там по сюжету. Главный герой сидит на лавочке в парке, слушая птиц, как к нему подсаживается Пит, спрашивающий нас о том, не ждем ли мы кого-то из родных. Но после отрицательного ответа и вопроса, мол, а кто ты вообще такой, он заявляет, что хотел бы пригласить нас на свидание, упоминал, что он наш парень. У нас есть три пути, согласиться, нагрубить ему и отказаться или просто промолчать. При согласии мы его очень обрадуем, а также он скажет нечто похожее на, давай сходим в тот ресторан, где ты работаешь. При грубом отказе он уйдет разочарованно и, как я помню, он извинится за то, что вообще нас потревожил, а если мы промолчим, он скажет нечто схожее, я тебя понимаю все хорошо. Путь через свидание. Если вы отправляете мягкий знак с Питом на свидание, то будьте готовы к тому, что он опоздает, чтобы достать вам подарок. Подарок, это две красные розы в белой коробочке. В какой-то момент диалога, он попросит вас дать им с прозвища, если вы заставит его оставить свое имя, а именно Пит, он станет грустным, но после просьбы улыбнуться, он послушно это сделает. В остальных случаях он будет счастлив любому прозвищу. В какой-то момент он будет напряжен, поскольку вы платите за еду, говоря, что это неправильно и платить должен он. Не помню есть ли там выбор, но в итоге мы говорим, что он сможет заплатить в следующий раз. Когда он свершит это ключевое в следующий раз, Пит становится очень счастливым. Перед уходом мы даем ему номер телефона, думая, что он нам позвонит. В конце появляется тень пита в окне. Путь без свидания. Путь без свидания имеет два пути, как вы могли понять. Чтобы не пойти на свидание с Питом, его можно либо послать, либо просто смолчать. После этого главный герой отправляется в ларек с цветами и встречает там пита. Мы можем начать кричать, мол он преследует нас, на что Пит испугается и вновь станет грустным, сжимая розу в руке до такой степени, что его ладонь покроется кровью. После этого мы его не увидим, только в конце в окне. Он скажет, что часто заходит в этот ларек и все в этом роде. Когда на улице начнет темнеть, Пит предложит нам свою помощь, а точнее он захочет проводить нас до дома. Если мы согласимся, то он и вправду проводит нас до комнаты. А если откажемся, то нет. Концовка та же. В окне, пока мы засыпаем, появится силуэт пита, что делает небольшую ссылку на второй день, что сейчас недоступен, как бы грустно это ни звучало. Информации о геймплее нельзя публиковать по просьбе автора. Исключение, как я знаю, это имена, внешность персонажа из второй части, о чем свидетельствуют анимационные мемы. Давайте тогда я расскажу вам о том, кто находится в персонаже второго дня. Как я полагаю, это очередные персонажи для пикапа, известно о них немного, зная, что не каждый может задонатить на патреон. И вот они слева направо, Люси, Тикей, Дон Вильямс, а также Сара, но Сару я в хлам не помню. В общем, если вас не устроил преследующий псих, который готов исполнять все ваши требования, ваши грязные желания и прочее, то вот вам, прикольный и привлекательный мальчик, девка-конфетка, взрослый и крутой дядя, а также, ну короче, нечто похожее на психа, но это девочка. Внешне похоже, насчет характера угадывать ужасно сложно, мало ли на портачу. Взаимодействия обеспечены, так что считайте, что это ваш долбанутый симулятор свиданий. Выбери своего идеала, если сможешь выжить. Но временами, смотря на посты от создателя, где Пит готов вставать на колени, умоляя стать его половинкой и любить его, мысли начинают становиться тяжелыми. Вроде парень хочет любви и не более, но потом ты понимаешь, что он просто отбитый на голову психопат, и все эти мысли исчезают. Я надеюсь, что вы меня понимаете. В данном видео, я пересказал вам доступный сюжет первого дня и упомянул, поверхностно конечно, персонажей второго дня. Вторая часть выйдет после полного релиза, а также разрешения создателя новеллы на создание роликов и прочего. Пускай мы и команда псевдоновостей, но мы уважаем взгляды авторов, поэтому уважаем и их решения тоже. Благодарю вас за просмотр данного ролика. Мы всегда рады приветствовать новых людей на канале, поэтому вы можете подписаться на канал, поделиться этим видео, а также написать комментарий для продвижения. Мы всех вас любим. Ваш номер 3. Субтитры создавал DimaTorzok